новый герб украины вот на вот у вас на микрофоне старомодный герб украины меня устраивает вот вам новый герб меня устраивает мне нравится это новый герб украина это сохранить территориальную ценность государства территориальную ценность государства причем здесь две головы и территориальная ценность государства как они связаны скипетр и держава ты не читай википедия по глазам вишка ты читаешь что такое держава держава это такая штучка вот я с этим мужиком общался вот он бы тебя урлю и твоих подписчиков сейчас эти его покажу ну давай кто у вас царь владимир владимирович и что днр ну вы оккупировали часть территории что это хорошо ты считаешь скоро вся за скоро вся украина кроме западной будет россией так получается вы разрушите все города нет мы их просто захватим зачем украине бомбить дома со своими мирными жителями с украинцами для чего я же уже ответил что подставить россию здравствуйте привет соцопрос провожу характера хочешь поучаствовать а вы вы стриме немножечко чуть-чуть а сейчас стримите ну 20 чем-то тысяч человек смотрит это немного поверь даже ста тысяч нет хочу за канал дайте зайду а там сейчас для русских не показывает только для украинцев закрытый стрим ну хорошо а вот можете вот на микрофон поставить лучше вместо вот этого значит и знаете чем новый герб украины вот на вот у вас на микрофоне старомодный герб украины вот вам новый герб это новый герб украины это новый герб составе россии составе россии составе россии в составе россии вроде у курицы две головы почему это герб украины я тебя услышал я говорю почему там у курицы две головы как ты думаешь насколько я знаю это во первых хоть не курица орел то вроде так не похоже на орла в принципе но поясни за свой герб поясни почему он так выглядит что он означает почему там две головы среди когда ведь когда в природе рождается какое-нибудь животное с двумя головами а так периодически бывает она же не жизнеспособная это что она помрет это сохранить территориальную ценность государства территориальную ценность государства причем здесь две головы и территориальная ценность государства как они связаны сложный вопрос прикинь какой да почему у этой птицы две головы это же не жизнеспособно а вы кстати знаете вот его вот его а что в руках у птицы как ты понимаешь что это вот у нее в руках покажи ты не читай в википедии ты мне покажи сам своими словами объясни как ты понимаешь кармана покажи еще раз покажи еще раз скипетр скипетр давай что это означает что это заслуженно такие предметы где еще покажи еще скипетр и держава ты не читай в википедии я по глазам вижу это читаешь для местные своими словами что такое скипетр и держава что это означает держава держава нет я вам показать одного человека давай держава показывать что такое держава держава это такая штучка поддержала вот интеллектуальный парень если я смотрю а что такой скипетр скипетр такая типа палочка как ты думаешь а зачем вам вашей двуглавой птицы палочка зачем она нужна что управлять страной что вот смотри вот я с этим мужиком общался вот он бы тебя у рыбы и твоих подписчиков сейчас эти его покажу давай так он же убегает от меня кидает он же страйки кидает на блогеров он же стекло секунд он же типа по понятиям сам не по понятиям стукач да это я тебе со всей ответственностью заявляют стукач еще тот слушай подожди давай еще раз про гербы и про символы тебе не кажется что это странно что ты живешь в своей стране но не знаешь что означают ну символы на твоем гербе почему там корона у вас царь стране у вас монархия кто вас царь нет владимир владимирович то есть у вас монархия у вас король царь нет а зачем тогда корона там на одной из голов в памяти российской империи так она распалась ну потому и не жизнеспособна в смысле птица правильно ты намекаешь на то что россия распадется нет она будет больше и больше а зачем есть становиться больше и больше если она все время уменьшается в российской империи же входила в польша финляндия украина но вспомни а потом советский союз нужно постоянно распадается и куски отлетают постоянно становится все меньше меньше и меньше по крайней мере за последний год россия стала больше днр лнр крым и что днр ну вы оккупировали часть территории что это хорошо ты считаешь чтобы люди не жили в страхе и в бедноте вы все равно продолжайтесь подожди не понял вы разрушили город мариуполе разрушили город бахнут вот полностью разрушили нет бахнут больше такого нет не существует такого города там нет ни одного здания которое бы уцелела там нельзя жить люди там больше жить не будут а зачем он вам нужен такой город разбудут для чего он вам нужен потому что мы его восстановим а разрушили вы его зачем потому что нацисты на засели где в бахмуте так ведь город был мирным там жили люди работали садики школы больницы так если вы его первым обвести начали все разрушили мы начали бомбить его первых вот за первыми а зачем чтобы подставить россию вот вы постоянно не помните днр ну смотри есть город житомир 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 надо бомбить или не надо вам нужен этот город выход собираетесь его оккупировать или нет скоро вся за скоро вся украина кроме западной будет россии так получается вы разрушите все города нет мы их просто захватим пострадает гада но мы их восстановим а зачем вам их захватывать какова цель этого захвата львов чтобы жители жили в безопасности так ведь вы войну принесли страхи вы же разрушите эти города как же они будут и скоро такого государства я не понимаю объясни мне еще вот город житомир живет там сейчас войны нет и дай бог никогда и не будет ну вот ну мирный город живет никто его не бомбит ничего там такого не происходит если ракеты русские не прилетают а потом вы соберетесь его захватывать например вам придется его уничтожить ты же понимаешь как и бахмут а зачем вам это нужно какая цель ведь вы же уничтожаете город вместе с жителями и вы приносите им войну зачем вам это нужно так при мы извиняемся за все ваши дома извиняемся их восстановим от начала до конца что восстановили грозный так вы убиваете людей в этих домах в этих домах живут люди как можно извиниться ну извините мы вас так это так 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 это погодите погодите мирных жители убивайте вы вы сами убиваете своих жителей а ты не болен случайно нет в отличие от вас у тебя нет но я я все я без всякого сарказма у тебя нет там но пенсии по инвалидности у тебя нет проблем с головой я я не я не хочу я просто спрашиваю вдруг ну вдруг действительно есть то есть ты реально считаешь что украина уничтожает свои до города дома с мирными жителями а зачем чтобы подставить россию это у вас там все фейк на фейках что значит подставить россию не понял чтобы дезу там вот этого чувака застрелили слова украине сказал это же вы зачем украине бомбить дома со своими мирными жителями с украинцами для чего я же уже ответил что подставить россию каким образом можно подставить так россию ну и что ну хорошо взяли разбомбили подставили и что из-за этого следует дальше то есть россия не хочет оккупировать эти города или все-таки хочет я не малая бы какой-то тупой вы какой-то тупой вот честно так это можно просто с ума сойти реально я сам будет пойду на пенсию с такими диалогами вы представляете у путина таких несколько десятков миллионов больше 100 140 миллионов десятки больше 100 миллионов таких людей ну таким вообще что хочешь расскажи вообще про вообще что хочешь они поверят чему угодно просто вообще там же ну 0 айкью минус шесть тысяч здравствуйте меня тут только что с одессы рассмешили прям вообще прям смеялся одесса магио тогда их этого у них есть а вот куда а я из луганска с луганска оккупирована луганск оккупирован да вы прям покупаться на койтись не я выехал закупаться эвакуировался нет возможно или не в луганске я насколько знаю луганск оккупирован луганска оккупирована я из него выехал эвакуировался временно там не живу как то бишь вы откуда сейчас на данный момент но я сам вообще из луганска временно после там не живу а живу сейчас в разных городах жилья же нет поэтому могу жить где угодно на данный момент он свежим нет в луганске осталось не могу не продать не документально не оформить ничего собственно не работали реально вы где находитесь с красноярск а это далеко от меня я в украине нахожусь сейчас город тернополь файны место сказали хотя бы где территориально находитесь а вы с какой целью интересовались где территория нахожусь это очень важно очень важно потому что иногда попадается крым крым и вот тогда я уже не понимаю с россией общаясь или с украины вот поэтому я спрашиваю а как вы считаете крым это россия или украина если там флаг российский висит она все-таки россия мало ли где там флаг какой висит но если а если его оккупанты повесили назовите хулиру страну где висит фарк оккупантов и где говорят что мы не такая-то страна назовите одну страну ничего не понял что вы говорите еще раз вам говорю назовите ходят одну страну в мире где вам скажут то что мы территориально находимся другой стране мира в общем вы меня помнили в общем я пьян зачем вы пьяный вышли в чат рулетку вам не стыдно а зачем вы выходите пьяный в чат рулетку то есть опозориться да не делайте больше такого почему потому что мне за вас даже стыдно вам за меня стыдно за себя не стыдно вам за меня стыдно я передумал мне за вас уже не стыдно ну слава богу как вы живете красноярске какая у вас погода за окном сейчас вам скажу сегодня 20 градусов минус 20 минус 20 для чего вы живете в красноярске там же холодно жить некомфортно люди там жить вообще в принципе не должны предлагаете миллионному городу просто взять и выход а зачем вы все живете для чего там же не комфортно жить такой вопрос это вообще философски на самом деле на самом деле философскими назовите худеем город в мире где комфортно жить и где надо всем всему человечеству собраться и в этом городе жизни всему человечеству не надо но у вас много еще мест вдоль дона можно жить можно жить даже на побережье где сочи например вдоль побережья зачем вы поселились в красноярске там что у вас природные ископаемые что там за в чем причина почему такой сибирь ну да хорошо у вас там горят летом целый месяц снега нету даже каторжников ссылали в себе потому что жить люди не должны только каторжники а вы зачем там добровольно живете почему вы не уезжаете оттуда потому что мы сибиряки не в курсе что красноярск это сибирь я же говорю только что вам объяснил что туда ссылали даже каторжников потому что люди там жить не должны там даже жить преступники на при почему вы добровольно не уезжаете из сибири что вам там вот нравится устраивать с чем там хорошо сибири объясните ну давайте объясню изначально россия большая часть суши во первых вы это наверно знаете да начнем с этого ну и что это что что это о чем это говорит о том что говорит надо это как-то землю все-таки заселять людьми начнем с этого то есть главнее территория или люди подожди я я я же начинаю с малого просто одна часть суши себе себе здесь очень много полезных ископаемых это два в третьих в третьих мы сибиряки осу смотри мои родители родились здесь меня родили а бабушка дедушка как попали в сибирь бабушка дедушка бабушка насчет бабушки не знаю насчет дедушки точно знаю но он родился в казахстане в казахстане воевал до вели на дошел до вели на дошел потом как он здесь попал блин сейчас не хочу давай не будем понятно послали его а другой дедушка бабушка не суть важно как не важно они там все родились и туда сослали не суть это было 10 потомки каторжников а и чё ты не скажи а ты изначально берет из этой и потомки где родились потомки мои родились в луганске все изначально схема и потомки пока родились в луганске все хорошо хорошо не было все все хорошо если вот смотри дети у тебя появится и кто-нибудь из детей уедет в америку и потом в америке скажут а где твои родители ради смотри какая интересная штука есть у америке аляска почему они не заселяют почему туда не высылать потому что мы заболею и хотели нападал ее надо забрать назад аляску ну когда сил будет заберем пока еще не все нужны силы до сибирь сейчас под натужится бабы еще на рожают и пойдете забирать аляску а зачем тебе нужна аляска суши это не 1 7 но так будет теперь 1 7 1 8 прикинь вы будете увеличивать территорию 1 10 10 на 12 уже имперцы мы же имперс будете расширяться 1 15 на 99 пока 1 пока 100 процентов не станет мы не успокоимся я то я кстати призываю к тому что вот от 1 6 от 1 7 дойти до 1 99 там одну я согласен ты просто красавчик а что будете делать с этой территории американцев куда девать индейцев то никуда то деле также системе а вы куда будете девать сегодня американцев с индейцами еще не сделали туда же их и денег но они если честно индейцев истребляли множество там цены племенами и вы будете истреблять и вы будете что ли истреблять ты же сам ответил на свой вопрос ну так сегодня же вроде как 2021 год также вроде как уже не принято делать послушай меня ты же живешь в двадцать первом веке вот это демократии это просто узнаешь тебе лапшу на уши вешают вот демократия вот свобода слова и так далее так далее слабого про право право и тогда нет она действует она до сталина правильно вернуть он бы точно аляску бы забрал ты американцам это расскажи про индейцев а хорошо смотри про аляску я понял а что еще хотели бы захватить какие территории территории советский союз латвия литва эстония чтобы вернулись назад нет нет а вот почему так всех сразу говорят нет почему то почему узбекистан надо вернуть назад праве таджикистан нет нет подожди как они входили состав советского союза до входили в канала теперь уже не надо не возвращать мне почему не нужно возвращать узбекистан и латвии например латвию надо узбекистан узбекистан ладно с узбекистаном потом разберемся а почему латвию надо а латыши хотят латыши скорее всего если референдум провести я не знаю хотят они не хотят если не хотят да если не хотят если не хотят у него а кто хочет если вот референдум провести а если не спрашивать просто захватите все чтоб территории стало больше ну чтоб от 1 12 стать 1 32 ты прав а зачем спрашивает просто взять и захватить с крымом сделала страны балтии надо захватить украину это полностью правильно нет нет западную украину пусть польши 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 львов тернополе больше его на франку украина восточная украина за а киев киев мать городов русских ну ты понял а польшу раньше польша была тоже частью российской империи польши посполитая забираем все польши польши тоже пускай остается но это такое дело знаете лакея лакея российской империи польша пусть остается так что какие-то слабые имперские замашки у тебя а финляндия финляндия о финляндии далеко крымский муза них не дотянется как финляндия далеко ты был вообще в санкт-петербурге ленинградской области ну ее вид на ее вид на финляндии вон она там ну я имею ввиду она далеко не то что территория то что словесно и ментально она ментально далеко а латвия ближе намного еще ближе восточная особенно украина очень близко скажи пожалуйста вот и живешь в сибири знаешь ли ты что у вас живут например чукчи в составе российской империи и жители дагестана они к тебе ментально близки чукчи например они территориально близкими но финляндия вроде как территориально близко но дыришь ментально нет а чукчи тебе в ментально близки ну в одной стране живем но я что же ментально они тебе близки чукчи нет нет а зачем тогда вы живете с ними в одной стране зачем вы захватили захватили ну-ка скажи мне когда война была когда-нибудь читал про войну между чукчами и русскими нет не читал если ты почитай я рекомендую всем почитать статьи про то как чукчи воевали давали просраться русским ну допустим в итоге что они проиграли водкой вы их победили мы тупо их на поели да ну допустим даже так вот скажи мне пожалуйста 1 6 часть суши у нас территориально есть это факт это не факт ну скоро будет больше скоро будет одна десятая но только зачем факт да факт это факт факт в том что мы побеждаем вы всегда побеждены этапа то есть вы агрессивные ну то скорее всего так мы агрессивная вы и хотел у тебя спросить в принципе раз уж тебе не стыдно то им это точно что а чем ты гордишься в россии коротко если коротко если я горжусь своей страной я горжусь плане того то что мы независимые в первую очередь от вас плане украины мы независимые мы одна из трех стран в мире которые независимые независимые есть китай есть россии три страны во всем мире независимые если мне память не изменяет во всем мире 159 стран может я ошибаюсь может чуть больше может быть чуть меньше и нас всего в мире 3 а если у вас праздник день независимые ядерные державы мы опять же только три и по всем мире только три ядерных держав это какие нет не пью насчет 3 ядерных держав больше не только насчет 3 а скажи просто есть у вас день независимости в россии если вы такие независимые когда у вас действительно день независимости у нас нет у нас есть почему почему есть у нас 4 июня если я молнию такого нет вас праздника день независимости 4 июня не ну может быть нету а почему если вы такие независимые почему у вас нет дня независимости ты не поверишь чувак есть есть 1 ну хорошо хорошо у всех стран везде независимости конечно есть во глубине у нас 24 августа во глубине сибирских руд ты хранишь там гордое терпение нет надо хранить не пропадет ваш скорбный труд хотя наверно пропадет одну высокое стремление у тебя есть ты веришь что зайдет звезда пленительного счастья что россия когда-нибудь вспрянет ото сна и вот скинет это сама власть и ты против самодержавия ты не тысячу вопросов можно тебе хотя бы один вопрос давай это было бы справедливо один вопрос задать скажи мне пожалуйста вот смотри вашу страну наблюдаст со стороны так далее так далее как ты думаешь зеленский хороший президент ну это же наше внутреннее дело украинцев это мой президент ну я бы предпочел чтобы украины был бы другой президент но это право украинцев обсуждать своего президента я его критикую но не перед россиянами только внутри я твое мнение спросил хороший плохой ты считаешь как но это мой президент думаю что это не ваше дело ты на вопрос можешь ответить отвечать не важно и ваше российское дело вообще хороший у нас президент или плохой он вас не касается вообще это наше внутреннее дело украинцев ты ушел от вопроса нет лишь ты спросил хороший поход не ваше дело ты поддерживаешь ты поддерживаю поддерживаю ли я зеленского если мы говорим про отношения между россией и украиной то да я поддерживаю украину и сегодня он избранный президент украины если говорить между нами то конечно блин елки-палки о чем там говорить и вы и сами прекрасно все знают это это Продолжение следует...